Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы делаем утепление чердачного перекрытия. Сегодня я хочу порассуждать на эту тему, на тему утепления, на тему пленок, пароизоляция, гидроизоляция нужна, она там не нужна. На тему самого утеплителя какая-то толщина должна быть в среднем, если у вас хороший дом для постоянного проживания. Вот он наш объект, это дом из газобетона. Вот так это все выглядит у нас. Уже пошли работы по утеплению. Сверху вы видите утеплитель УРСА-Т раскатная кровля, который у нас идет между ферм. Тут, кстати, каркас крыши, это ферма, перекрытие. И перпендикулярно уже начинается, начинается брусок 50 на 50, в который дополнительно еще будет вставляться 50 мм утеплителя. Наши монтажники подготовили вот такой вот рулон. Это плита в рулоне, называется УРСА-Т раскатная кровля, сразу толщиной 200 мм. Давай его порежем. Вот так вот он прекрасно разматывается. Видите, у него сразу толщина 20 см. Когда он был в рулоне, он был в таком сжатом состоянии, но за счет того, что у нас плита очень упругая, то есть ее делают по определенной технологии, плотность утеплителя маленькая, но очень хорошая упругость. И вот так вот, ну за счет вот этой упругости, вот так вот хорошо раскатывается и сразу, видите, он сразу идет, у него толщина 20 см. Из этой большой плиты, теперь, например, у нас есть какой-то каркас. Сейчас мы сделаем как в виде образца какой-то участок небольшой и покажем вам, что вот этим утеплителем очень круто и удобно утеплять крышу. Во-первых, сразу толщина 20 см, это его вставать, и не надо каких-то дополнительных лишних слоев туда вставлять. Плюс он очень хорошо держится на фермах. Даже вот если вы посмотрите, здесь вот видно очень широкое расстояние, в среднем здесь где-то 800, да, черный примерно? 90 см. Даже 90 см, и вот эта вот плита очень хорошо встает вот в этот каркас. Если мы использовали классический вариант утеплителя, где у нас размер, там, метр, ну, 1000 на 600 или 1200 на 600, то как бы не очень удобно таким утеплителем утеплять такие большие пролеты. Давай возьмем вот там света побольше. Вот, например, вот этот участок, чё ли, замерить тогда? 62. 62. Побольше есть вон тот, например? Давай побольше возьмем. 65. 65. А еще больше есть? Да, здесь. Не, ну там армопоезд, там неудобно. А, там неудобно. Ну, сколько вот это тут расстояние? Это? Да. Это меньше. Это меньше? Да, 65. 60, да? И это больше. А, вот давай здесь, вот сколько здесь? 82. Вот 82, давай. Сколько будешь отрезать утеплитель? 83? Да. 83 сантиметра берешь больше запас, правильно? Ну, давай вот на этот участок сейчас возьмем, отрежем утеплитель. Потом покажешь, как ты будешь отрезать его. Значит, начинаем отмерять. У ребят вот такая вот фанера. УСП. Легким движением ножа происходит резко утеплитель. Так, отрезали одну плиту, давай ее ставим в каркас. И вставляем ее в каркас. Смотрите, видите, широкое расстояние какое. И за счет того, что толщина утеплителя сразу 20 сантиметров, за счет того, что у него очень крутая упругость, он даже без дополнительных каких-то ниточек, веревочек, проволочек, спокойно держится у нас в каркасе. Это очень удобно. 20 сантиметров тебе лично удобнее утеплять или нет? То есть, если было бы 2 десятки, было бы хуже, да? То есть, 20 сантиметров, видите, ты его вставил сразу в каркас и все. Дальше, ну, по такому же принципу укладывается утеплитель. Потом с обратной стороны, вот здесь вот снизу, нашивается брусок 50 на 50. Сейчас я вам покажу. Вот так вот нашивается брусок 50 на 50. Дополнительно перекрывается еще 50 миллиметров. Слой утеплителя перекрываются все мостики холода, потому что мостиков холода на самом деле очень много. Вот эти вот все встроенные части, вот эти вот все щели, да, их надо чем-то перекрывать, потому что если их не перекрыть, отсюда будет уходить тепло. А так мы добавляем еще 50 миллиметров утеплителя. Все у нас перекрывается, все смотрится аккуратно. Утеплитель 50 миллиметров используется вот этот вот. Здесь вот у нас в упаковке 18,3 квадратных метра. Он тоже, как бы, имеет маленькую плотность, но повышенную упругость. Вот, видите, какая небольшая упаковка. И здесь 18,3 квадратных метра, 24 плиты. Упаковка полностью со всех сторон закрыта у нас. Здесь вот в одном рулоне 3,6 квадратных метра, сразу толщиной 20 сантиметров. Вот если я на него наступлю, на этот, видите, вот я на него наступаю, на этот утеплитель, ногой, все, он сразу восстанавливает свою толщину. Очень удобно. Дальше, если посмотреть какие-то сложные места у нас, вот здесь вот прекрасно видно. Че, ридей-ка я пройду. Если мы посмотрим на сложные места, мы видим здесь вот этот вот треугольник. Даже какие-то замысловатые фигуры, сложные, можно с помощью этого утеплителя качественно делать. Какие-то треугольнички, видите, такие вот замороченные какие-то фигуры. Спокойно с этим утеплителем можно все это перекрывать. Пролеты большие, да, если бы мы использовали другой вид утеплителя, было бы гораздо сложнее это делать. Но вот единственный нюанс, да, в каком-то сложном месте они дополнительно добавили нитку. А так, в принципе, как бы очень удобно этот утеплитель использовать. Дальше я забрался на крышу. Проверяем качество работ. У нас по краям идет вот такая вот USB 9. По периметру мы ее пропениваем с трех сторон монтажной пены. Создаем такой воздухоизоляционный контур. И с двух сторон мурлата, да, это доска, по-моему, 150 на 50. С двух сторон вот этой мурлата, вот этой доски мы прокладываем утеплитель толщиной 5 сантиметров. Дальше сюда тоже подводится вот этот утеплитель. И сверху уже вот на вот эту часть мы укладываем непосредственно утеплитель сразу толщиной 200 миллиметров. То есть мы заводим утеплитель туда, к наружности, с наружной стене. Вот так это у нас все смотрится. Здесь вот. Утеплитель уложенный возле стены. Вот так вот у нас утеплитель смотрится сверху перекрытия. есть какие-то места которые еще нужно будет поправить но это уже после того как они полностью все утеплят потом нужно будет сюда залезть все проверить аккуратно неаккуратно но в целом это смотрится вот так вот дальше друзья после того как мы установили утеплитель смонтировали контур утепления здесь необходимо будет смонтировать пароизоляционную пленку обязательно мы везде проклеиваем все скобы которые которыми прибиваем эту пароизоляцию тоже все закрываем специальными лентами дальше мы специальные ленты приклеим к стене то есть создаем парой воздух результационную конструкцию очень важно чтобы пароизоляция была проклеена потому что во первых у вас минимальное количество попадет влаги в конструкцию вот в эту каркасную конструкцию и плюс повышается энергоэффективность кровля энергоэффективность чердака потому что проклейка проклейка пароизоляционной пленки она делает конструкцию герметично иначе в эту значит в какие-то нахлёсты там или примыкание не попадает воздух поэтому у вас получается термос а термос это самое энергоэффективное то что есть сверху что касается диффузионной мембраны обычно когда ферма видите ферма эта конструкция достаточно сложная много разных каких-то элементов вот мы не укладываем гидроизоляционную пленку потому что мое мнение это гидроизоляционная пленка никогда не окупится крыши сложно и даже если там например вот этот вот это вот крышу нас получается 150 квадратных метров даже если взять там по 300 рублей за квадрат заплатить ребятам это получить 45 тысяч рублей только работу плюс нормальная качественно диффузионная мембрана на 150 квадратных метров это три рулона если взять какой там дельта нео вент он стоит один рулон 10 тысяч рублей то есть три рулон это 30 30 плюс 45 это уже 75 тысяч плюс какие-то клея там ленты и так далее это выйдет там 80 90 тысяч рублей мое мнение если вы вас ферма да какая-то сложная конструкция и трудоемкость укладки диффузионная мембрана она получать сложное долгое проще чтобы улучшить энергоэффективность конструкции проще добавить слой утеплителя то есть вот здесь мы делаем утепление 250 миллиметров но сделать его там 300 или 350 миллиметров это точно будет дешевле и лучше то есть конструкция будет более теплой в целом вот такой вот небольшой ролик мы сегодня засняли для вас по утеплению чердачного перекрытия объяснили вам каким утеплителем ну какой утеплитель мы рекомендуем использовать для таких вот нестандартных задач вот и в целом вы посмотрели наш подход если есть какие-то вопросы пишите в комментариях спасибо за внимание берегите а не болейте всем добра и мира пока